здравствуйте здрасьте снова здравствуйте вторая часть эфира ну чё полчасика максимум повисим и идти собираться новый трек вкус у вас хороший вкус вот сап пушкин ресторан салют привет 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 салют и блоки на связи чё кого братан слышал у тебя скоро релиз что-то там готовить да по крайней мере все принимать или сопротивляться вот вроде говорится важности принятия но без сопротивления можно ничего не добиться мне кажется сопротивление может быть совершенно разных уровней то есть есть какие-то вещи в которых ну типа это не сопротивление а ты понимаешь что необходимо сделать вот это вот это и вот это чтобы получить вот это вот это и вот это то есть это не сопротивление наоборот принятие необходимости какие-то вещи сделать будет новый мерч посмотрим зависит от юдж как там у них вообще дела расстоят потому что не знаю что там с поставками со всеми этими шитьем и так далее так какой смысл ты вкладываешь мы возвращаемся к интересным темам которые были у нас в предыдущем эфире так какой смысл ты вкладываешь слово судьба я не верю в судьбу как в какое-то предначертание свыше до мистической я верю в судьбу как в череду причинно-следственных связей ну то есть если ты засунишь пальцы в розетку тебя ударит током это судьба и причинно-следственная связь просто какие-то вещи мы не можем проследить потому что не знаем всех данных так сказать из получается судьба то есть человек выходит на улицу да его сбивает машина судьба или не судьба но на это же есть причина есть причина что там другой человек там за водитель машины не затормозил или еще чем такая сергей викторович можно вам афиши на концерты поделать совершенно может сделали афиши ну ты если чё скидывает посмотрим ну типа за крутые афиши мы обязательно используем и будем иметь тебя ввиду усынище котят смотря кому и что кричу кричи кричи громче привет когда в казахстан когда наладится все вот это вот дело с пандемией гутен абин абин гутен были ли мысли создать второму спректно под другим себя не он да буквально сегодня об этом тоже думал хочется дурацких треков наделать рыбчины какой-то навалить около бабла вы может или еще что-то ну такое вот какой теории происхождение мира ты склоняешься понятия не имею вот что точно как появился мир не знаю хотелось бы предполагать хотя бы надо же предполагать не могу уже столько вариантов что если динозавров на самом деле завалили марсиане которые колонизировали землю это было терраформирование то есть мы сейчас будем бомбить марс да для того чтобы сформировать климат а что если какие-нибудь марсиане тогда такие прежде чем уничтожить свою планету в сопле что же марсиане такие сидят и о нормальная планета можем туда там заселить жизнь и там сохраним наш род вид и так далее не вот вид но там живут огромное рептилии твари просто такие и они сожрут нас всех херам и таки а давайте отправим туда бомбу и всех зачистить так сказать и мы потом туда переселимся вдруг такое происхождение ты петь в эфире будешь не планировал хочется как раньше ртуть тайник и вот такое дерзко нихера света раньше разбросу ртуть тайник намного позже то не вращение дерзкий спой не буду богемская расходе или рокет мэн я не смотрел рокет мэн как жизнь вообще так всех слышали коронавирус эти непонятные там какие-то пандемии не пандемии непонятно что будет завтра как у всех а может это портал другое измерение что портал другое измерение мне иногда кажется что комментарии некоторых пабликах это портал другое измерение измерение ты кто дядя говорит и татьяна . нижние подчеркния 12 привет буду на концерте супер в астрахани был ни разу по моему не был в астрахани у нас и строй вообще проблема с билетами этого московский концерт какая проблема расскажи как ты думаешь есть ли другая разумная жизнь на рантами что есть ли другая разумная жизнь во вселенной я не знаю ну было бы логично чтобы она была татьяна вы какая-то невоспитанная до свидания прикольно баню человека что смотрите татьяна 12 опа вот так прикиньте жалоба про где взять силы если двое малышей и папа их умер в июле угол это безусловно очень жесткая ситуация я не представляю как явно не мне раздавать советы да потому что я в такой ситуации близко не был но мне кажется что счастье детей может стать достаточным источником для мотивации для мотивации и блин какие варианты какие варианты что 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 опустить руки и что ты же можешь спрогнозировать да ну как какое-то будущее при таких раскладах тебе это будущее нравится ты считаешь что окей для детей для тебя я думаю нет вот и мне кажется просто здравый смысл и желание счастья своим детям и себе в том числе могут стать тем что даст тебе силу и это и и и и и все что за тишина у нас зависла или чё 24 числа как у сетлист будет будет новый альбом весь целиком и будут треки старой которые нравятся людям и нам это все будет живым звуком регулярно репетируем сегодня правда все проебались вот до живой звук круто дополняет света спасибо закрыли в нужное время пожалуйста серёжа поддерживали ты связь с участниками шоу песни да с некоторыми участками шоу песни мы поддерживаем связь возможно ли путешествие во времени в той или иной степени да как считаешь религия как институт когда-нибудь устареет прекратится существование или будет существовать вечно что ты называешь религией какое что что ты вкладываешь в это понятие религии классические ну типа как основные до религия или допустим в советское время добыл культ там не знаю сталина и это в какой-то степени заменяла религии в принципе в принципе советский союз да по-другому они просто это назвали да но если до этого венчание в церкви было они заменили это загсом если было рождество который ассоциировалась напрямую с религией они заменили это новым годом да если был культ царя и там бога грубо говоря да в россии то потом стал культ вождя то есть это тоже своего рода религия просто по-другому названа да если сейчас смотреть ну блин мне кажется у некоторых звезд сегодня последователей больше чем у египетских богов в древнее время хотя бы из-за того что население египта не таким уж большим было татьяна вы потрясающая женщина давно я никогда таких не встречал даже банить вас не хочется никогда не задумывался о том что если храм собора т.п. положить на бок то очень похоже на космический корабль нет никогда не задумывался мне кажется это странная абсурдная тема потому что как сказать архитектура ну то есть со временем это менялась раньше храмы иначе выглядели не так как сейчас что-то там остается да нет я не вижу никакой связи нужно ли тебе уходы из реальной жизни в одиночество куда не был чтобы собраться с мыслями тысяч какие-то ответы в обществе друзей и то и другое бывает круто куда-нибудь свалить планируешь ли ты концерты в украине тебя множество фанатов мы тебя ждем к сожалению пока концерта в украине не планируем потому что я вот этом списке не въездном и вот так вот живой звук будет только в москве остальные городах не планируется слушать все зависит от того сколько билетов будет продано да какие бюджеты будут мероприятий из-за этого и сможем ли мы ввести в каждый город шесть человек группы размещать их оборудование дополнительно брать и все остальное это же такое дело как думаешь в будущем у нас произойдет превзойдет искусственный интеллект в каком в каком плане превзойдет то есть на данный момент компьютер у нас уже во многом превосходят в хранении данных и оперативного доступа к ним в вычислительных операциях и во многом-многом-многом вот какие-то другие вещи не знаю сложно понять когда дробь 9 октября смерти до нового начала жизни или ее конец я не знаю я там не был но в любом случае мне кажется что это переход из одного состояния в другое какое-то другое состояние я не знаю есть различные допустим есть то что называется в народе тибетская книга мертвых до называется это бардот бардот ходол кажется на тибетском вот это описание процесса перехода из вот этого перехода от смерти к новому рождению что ли ну как то так вот но при этом всем бордо там воспринимается скорее ну в принципе мы встречаемся с бордо регулярно это переход из одного состояния в другое то есть тебя уволили с работы ты без работы вот это переходное состояние это бордо и самое большое бордо жизни человека это как раз таки смерти там описываться все эти процессы откуда они знают я понятия не имею может кто-то из них возвращался вот не знаю почитать и путешествие души майкла ньютона я знаю чем-то книги да я смотрел что слушал тоже интересная теория или очень прикольно что у одного из моих любимых авторов ричардом ричард бах он пережил клиническую смерть и он каком-то из своих рассказов ссылается на майкла ньютона потому что мы говорим что да вот майкл ньютон я тоже самое видел прикольно ты приедешь в астрахани или нет однажды обязательно приеду в астрахани по цвету что-нибудь посмотреть на вечер если настроение говно посмотрите индийское кино современное без шуток посмотрите пике и донгал 333 идиота кажется называется еще что-то крутые фильмы они очень добрые и классные будешь у маригу на концерте в краснодаре а какого числа на концерте не помню точно у меня билет на твой концерт за 26 апреля 2020 года будут билеты действовать на концерт 5 марта 21 года обязательно нужно ли сексуальное образование в рф да 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 я думаю да да нужно но блин меня не было никого сексуального образования на какие-то вещи так оказались понятно киев ждет тебя киев очень жду я был в детстве в киеве один раз очень хочется еще здорово если что в астрахани размещу на базе выезжаем в магнитку пока не собираюсь три идиота смотрела крутой фильм да классный ты прочитал смотрела крутой фильм да классный фильм а потом говорят скучный я я очень скучный занудный просто пиздец есть такая тема каюсь грешен отключайся от эфира срочно исходя из вопроса об искусственном интеллекте человек контролирует технологии или технологии контролируют нас я думаю что мы живем в очень плотном взаимодействии как друг с другом как с окружающим миром так и с технологиями и в некотором образе являя собой одно целое мы влияем на технологии технологии влияют на нас и мне кажется абсурдно полагать иначе посоветуй пожалуйста интересных зарубежных исполнителей которых сам слушаешь но не рэп сегодня скинул бай александр бай александр я буду как это чувак ведущий сантиви разговаривать бай александр очень крутой чувак это продюсер который решил делать джазец выпустил альбом я скинул в чат в телеграм есть телеграм-канал кто не знает а mplc точно так же как в инсте и там есть чат в этот чат и сегодня скинул этому зло послушайте билеты пропали я понял что радаре вообще молчит ты на радаре описалась в техподдержку или что-то не ответили сергей как насчет благотворительности вы и занимаетесь допустим в помощь собрать ребенку деньги на операцию хотя бы разместите в этом под да когда есть возможность финансовая скидывал деньги помогал разместить пост не раз размещал но я честно сталкиваюсь с такой ситуацией когда он ты поддерживаешь какой-то сбор размещаешь и потом волонтеры других сборов они просто начинают беспощадно бомбить личку если они видят что человек ну поддерживает такие мероприятия и начинают по 50 сообщений в день с фотографиями заболевших умирающих детей я понимаю что ну то есть одни и те же посты то есть один человек может 10 сообщений прислать потом другой человек с этим же самым постом 10 сообщений третий человек 10 сообщений все отмечают отмечают все то есть таким рвением и так далее и это здорово что такое рвение но это так не работает шарите ну то есть я не могу превратиться в инстаграм сплошные репористы публикации да там в stories там и так далее о таких вещах потому что в первую очередь это перестанет действовать люди перестанут следить да будет это все просто пролистывать отписываться и так далее тогда вообще никому ничего не получится собрать вот такая история с этим эфир прямой с негатив что передай привет всем врачам привет всем врачам вы наши герои в это время лицом к лицу с опасностью сталкиваетесь силом терпения и здоровья конечно же как настроение боевого настроение отличность у меня весь день прям люблю твою музыку спасибо вам спасибо за то что поддерживаете у нас осталось буквально 10 минут мне надо идти уже собираться что кроме чайки посоветую что читать у баха бегство безопасности ангела на полставки это что лично я читал билет на концерт москве пропали куда пропали откуда пропали по новой ссылке не работает сейчас влечу подари браслетик почему почему должен давить браслетик серёжа удачи питере пассива большое я один не верю в корону походу уже до походу один что думаешь огон флат уоню клёвые песни есть вот я тебя люблю да но как относишься к тому что не все песни заходит на вкус и цвет фломастеры разные у всех свои вкусы как прошло выступление в железноводске нормально клёвые ребята организаторы почему мы стремимся к совершенству если она недостижима у меня было рабочее название альбома совершенны потом я подумал что будет слишком сложно объяснять это все хороший вопрос совершенство достижимо совершенство она здесь и сейчас потому что все происходит так как должно быть этого что я верю ну то есть если придерживаться концепции причинно-следственных связей да ты если момент вот сейчас как есть реализовался значит он таким и должен быть и в этом его совершенство он свершился вот тебе может что-то нравится что-то не нравится по тем или иным причинам но это так как есть ты можешь принять это и попробовать изменить будущее до либо сражаться с этим и видеть уродство в моменте женя дела как приезжай в дубай уже границы открыты ох сейчас только в дубай смотаться но так вообще skype обязательно будет возможность перелечу к вам в гости поздравляю тебя ты стала мама это же здорово это круто это твои друзья юности крыло не все так круто как у жени подписывайтесь на жение ладно мартиш удачи творчества хорошего если все-таки думаешь магнитокорск пиши постараюсь организовать от души спасибо тебе всего хорошего отдыхать лучше на море или в городе которым не был на море на котором не был лучше как найти мотивацию писать песни выпускать их дальше не имея фан-базы для продвижения если гульнара кодик это ты привет продолжая писать я думаю что если у тебя это все искренне по-настоящему то это и без аудитории ты будешь что делать аудитория найдется скидывай песни новые у тебя есть дети нет у меня нет детей ты кто я это я а ты а ты точно феноменально когда же концерт москве я прилетела с владивостока 24 октября по плану здорово из житомира житомир салют любит его музыку будем на скотском концерте спасибо вам приходите сделай прямой фирс негатив еще негативный давайте детей больных обсудили море загрязненно обсудили и так далее куда уж больше негатива жениться собираешься не сегодня сколько тебе лет 33 стиль будешь в стиле рока писать я вообще не придерживаюсь какой-то жанрового ограничения скучно краснодаре сегодня нет хорош концерта в октябре в октябре всего один концерт береги себя буду очень стараться есть в мире баланс добра и зла да я думаю сто процентов есть жду концерт безумно буду плакать на всех песнях не надо плакать будут еще фиты на альбоме я уже все фиты не рассказал привет привет их у я иду ладно ребят полтора часа мы в эфире большое всем спасибо я пошел собирать вещи всех обнял